Субтитры подогнал «Симон» Четвертый день четвертого месяца 2022 года. Информационная служба СТВ продолжает свою работу в прямом эфире в студии Тролу Руджев. Добрый вечер. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил письмо президенту Ильхам Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Поздравление отмечается, что за прошедшие десятилетия удалось многое сделать для развития российско-азербайджанских связей, основывающихся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Подчеркнув, что опираясь на трехсторонние договоренности, заключенные в прошлом и позапрошлом годах, мы вместе работаем над упрочением стабильности и безопасности в Закавказском регионе, Владимир Путин отметил, что нынешний год ознаменован важным достижением подписанием декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном. Он выразил уверенность, что вывод двусторонних отношений на новый, качественно более высокий уровень отвечает коренным интересам наших народов. В свою очередь, президент Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо Владимиру Путину. Он отметил, что сегодня большое удовлетворение вызывает наши межгосударственные связи, характеризуемые активным политическим диалогом, благотворным сотрудничеством в торгово-экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других сферах. Нынешний юбилейный год установления дипломатических отношений совпал с подписанием декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией. Этот важный документ зафиксировал качественно новый, самый высокий уровень, на который вышли отношения между нашими государствами за 30-летний период. Глава государства особо отметил роль культурно-гуманитарных отношений в укреплении дружбы, добрососедства и взаимопонимания между нашими народами, связанными глубокими историческими корнями, духовной и культурной близостью. «Совместными усилиями мы сможем и впредь реализовать актуальные задачи двустороннего сотрудничества и открыть новые возможности для укрепления отношений между Азербайджаном и Россией в интересах наших народов и стран», – отметил президент Ирхам Алиев. Президент Ирхам Алиев принял сегодня делегацию во главе с генеральным секретарем Совета Европы Марией Печинович-Бучич. Президент Ирхам Алиев сказал, что рад видеть Марию Печинович-Бурич в Азербайджане в статусе генерального секретаря Совета Европы, отметил ее визит в нашу страну в апреле 2019 года в качестве вице-премьера министра иностранных и европейских дел Хорватии, состоявшейся в рамках визита встречи. Глава государства напомнил о своей прежней деятельности в ПАСЭ в качестве руководителя делегации Азербайджана. Подчеркнув важность развития сотрудничества Азербайджана с Советом Европы на основе конструктивного диалога, президент Ирхам Алиев констатировал, что в рамках членства в Совете Европы предпринимаются последовательные шаги, направленные на модернизацию законодательной базы страны. Выразив удовлетворение визитам в нашу страну, Мария Печинович-Бурич сказала, что высоко оценивая членство Азербайджана в Совете Европы, отметила, что в этих рамках наша страна присоединилась к многочисленным конвенциям и соответствующим документам Совета Европы, на основе чего ведется работа. В ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто предстоящее принятие программы деятельности между Азербайджаном и Советом Европы на 2022-2025 годы, которое предусматривает сотрудничество в Радисфер. Президент Ирхам Алиев проинформировал генерального секретаря о сложившейся в регионе новой ситуации, предложениях, выдвинутых Азербайджаном для нормализации отношений, а также нынешнем положении на освобожденных от оккупации территориях. Глава государства отметил, что со времени Первой армяно-азербайджанской войны 3890 азербайджанцев пропали без вести и подчеркнул важность предоставления Армении информации о местах массовых захоронений для выяснения их судьбы. Он довел до внимания, что Азербайджан серьезно страдает от минной проблемы на освобожденных от оккупации территориях. Со времени подписания заявления от 10 ноября 2020 года более 200 человек погибли или получили ранения в результате разрыва мин. Президент Ирхам Алиев сказал, что во время 44-х дней на Отечественной войне Азербайджан строго соблюдал основополагающие принципы международного гуманитарного права. Отметив, что несмотря на это армянская сторона совершила в период войны многочисленные военные преступления, глава государства подчеркнул, что во время военных действий Армения подвергла ракетному обстрелу наши города, в результате чего погибло более 100 гражданских лиц, включая детей и женщин. Президент Ирхам Алиев отметил, что Совет Европы также может сыграть роль платформы, способной внести вклад в процесс восстановления доверия между двумя странами и дело построения интегрированного региона Южного Кавказа. Генеральный секретарь Совета Европы подчеркнула, что демонстрируемая Азербайджаном высокая политическая воля в этой сфере вызывает одобрение. Мария Печинович-Бурич выразила готовность Совета Европы сыграть роль платформы в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и установления доверия между обществами двух стран. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Сегодня президент Ильхам Алиев принял генерального директора Международной комиссии по пропавшим без вести лицам Кэтрин Бонбергер. Глава государства отметил, что с первой армян-азербайджанской войны 3890 азербайджанцев считаются пропавшими без вести. Многие из них подвергались пыткам, были убиты и похоронены армянской стороной в местах массовых захоронений. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан неоднократно обращался к армянской стороне в связи с этим вопросом, носящим гуманитарный характер, но она не продемонстрировала конструктивное сотрудничество и добрую волю. Глава государства довел до внимания, что недавно в Ходжавянском селе Эдилле было обнаружено подобное массовое захоронение. При проведении раскопок были найдены останки похороненных там людей, и эти останки переданы на лабораторные исследования для анализа ДНК. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что вопрос пропавших без вести лиц постоянно находится в повестке Дня нашего государства, и он обсуждается также с Европейским Союзом и другими международными институтами. Отметив, что Азербайджан расширил технические возможности в этой сфере, глава государства довел до внимания, что в нашей стране сооружены новые модульные лаборатории, закуплены специальные летательные аппараты, дроны и другие принадлежности, повышены профессиональные навыки привлеченных специалистов. Президент Ильхам Алиев сказал, что опыт и возможности Международной комиссии по пропавшим без вести лицам очень важны для нашей страны. Отметил, что комиссия осуществляет успешную деятельность в различных странах мира. Кетерин Бомбергер сообщила о готовности тесно сотрудничать с Азербайджаном в выяснении судьбы пропавших без вести лиц. Отметила, что организация осуществляла широкомасштабную деятельность в разных странах мира, в том числе на Западных Балканах, и выяснив судьбу тысячи считавшихся без вести пропавшими людей, сыграла свою роль в информировании их семей. Отметив значение установления личности людей с помощью сбора образцов ДНК и лабораторных анализов, Кетерин Бомбергер сказала, что они готовы внести свой вклад в работу по созданию в Азербайджане базы данных о пропавших без вести лицах, проведению совместных раскопок в местах массовых захоронений, повышению профессионализма местных специалистов. Она добавила, что установление судьбы пропавших без вести лиц важно с точки зрения формирования доверия и обеспечения устойчивого мира. Генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лицам сообщила, что в рамках визита проведет ряд встреч, будет подписан протокол о намерениях по сотрудничеству с Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан. И они приступят к практической работе. 3 апреля в 23.00 подразделения вооружённых сил Армении с позицией в населённом пункте Мюссюрскент Товуз-Галинского района государственной границы подвергли обстрелу позиций азербайджанской армии дислоцированной в направлении населённого пункта Агдам Товузского района. Наше подразделение предприняли адекватные ответные меры. Потерь среди личного состава и техники нашей армии нет. Информацию распространило Министерство обороны. Из обнаруженных массовых захоронений в Карабахе было эксгумировано значительное количество останков. Военная прокуратура распространила в связи с этим сообщение. Совместно с представителями соответствующих структур в селах Дашалты-Шушинского района, Эдзели-Ходжавенского района, Сырхавент-Агдамского района, также в селе Фаррух-Ходжалинского района и на других территориях из обнаруженных массовых захоронений было эксгумировано значительное количество останков, предположительно принадлежащих лицам, пропавшим без вести в период Первой Карабахской войны. Были назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы останков данных трупов и направлены к исполнению. Приняты другие необходимые меры. В военной прокуратуре продолжаются следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, расследуемому по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с фактами войны, терроризма, умышленного убийства и других преступлений против мира и человечности, совершенных вооруженными силами Армении и незаконными армянскими формированиями против нашего народа. Продолжаем наш выпуск. Священный месяц Рамазан. Во время имсак в Шуше звучит Азан. Предлагаем ваше внимание распространенное управлением государственного заповедника города Шуша видео звучание Азана в мечети Юхары Геферага. Субтитры создавал DimaTorzok Допримет Аллах молитвы всех верующих. Продолжаем. Победа азербайджанской армии в апрельских боях обеспечила безопасность не только села Джуджухмерджанлы Джабраильского района, но и герамбойского села Тапкаругунлу. Находившийся 22 года под угрозой армянских постов село освободилась из-под прицела вооруженных сил Армении и вернулась к нормальной жизни. Позиции армянских вооруженных сил находились на очень близком расстоянии от нашего села. До такой степени близко, что могли контролировать передвижение людей в селе. Были вынуждены хоронить своих умерших сельчан в ночные часы, чтобы армяне не открыли огонь. Тяжелые были дни. После апрельских боев 2016 года вражеские посты были отброшены на большое от нас расстояние. Участник Первой Карабахской войны Мехман Исмаилов рассказывает, что 22 года они жили на расстоянии 200 метров от армянских постов. Часто нарушая режим прекращения огня, враги убили или ранили десятки сельчан. На есенем азербайджанской армии в апрельских боях тяжелого удара армянским вооруженным силам жители села Тапкаругунлу, как и многие другие населенные пункты, расположенные в близбывшие линии соприкосновения, смогли свободно вздохнуть. Шесть лет назад в осуществленной азербайджанской армией в ночь с 1 на 2 апреля контурно-вступательной операции, вошедшей в историю как апрельские бои, приняли участие Ильгар Мамедов из села Тапкаругунлу, проявив особую оттагу в исповождении стратегических высот на Талышском направлении. Участвовавший и в 44-дневной отечественной войне Ильгар Мамедов считает апрельские бои поворотным моментом. У нас был высокий боевой дух. Все наши военные рвались в бой освободить наши земли. Мы отомстили за моего отца и всех наших шахидов. Терпевшие поражения во второй Карабахской войне армяне обстреливали ракетами наши населенные пункты, в том числе Тапкара Гойнлу. В результате 294 дома были полностью или частично разрушены. Пострадала и сельская школа. После победы на государственные средства в селе строятся новые дома и здания школы. Благодаря завоеванной в Отечественной войне победе были освобождены азербайджанские земли. И Тапкара Гойнлу уже не подвергается вражеским провокациям. Местное население продолжает жить мирно своими повседневными заботами. И так будет всегда. Халик Гурбанлы, Фуат Гулиев, Нюльфа, Раслан Зайдай, Новости АСТВ. Война в Украине продолжается. Министерство обороны России заявило об ударах по 14 военным объектам Украины. Официально Москва также прокомментировала информацию о массовых убийствах в украинском городе Буче. В ходе встречи с заместителем генерального секретаря ООН по кунинтарным вопросам Мартин Гриффитса министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию вокруг Бучи инсценированной. На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами и достигнутыми договоренностями. Глава внешнеполитического ведомства заявил, что инсценировку распространяют по всем каналам и социальным сетям представители Украины и их западные покровители. Сергей Лавров сообщил о требовании созвать экстренные заседания Совета безопасности ООН по конкретному вопросу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркнул необходимость обсуждения ситуации вокруг Бучи на высшем уровне. Представитель Кремля сообщил, что они выступили с инициативой рассмотреть вопрос Совета безопасности. Однако она не была принята. Министерство обороны России распространило информацию о нанесении удара по территории Украины. Официально представитель министерства Игорь Коношенков сообщил, что минувшей ночи в городе Лисичанск на востоке Украины были уничтожены пункты управления и склады с военной техникой, в том числе 14 военных объектов и 6 дронов. Согласно сообщению, прошлой ночью в близне Николаево было сбито 3 вертолета украинской армии. Несмотря на значительное снижение по всему миру числа зараженных коронавирусом, который уже два года бушует на планете, китайские ученые предупредили о появлении в стране нового штамма. Этот факт доказывает, насколько серьезный риск пандемии по-прежнему представляет для всего человечества. Возможно ли появление этого штамма в нашей стране и как соблюдаются правила в период карантина? Об этом в репортаже моей коллеги Федан Бабаевой. Вне зависимости от того, какой штамм COVID-19 получает распространение, единственный способ положить конец пандемии – массовую вакцинацию граждан. Общее количество использованных вакцин в нашей стране достигает уже 13,5 миллионов. Это фактор, снижающий риск заражения и распространения вируса среди населения. Однако при этом врачи призывают людей соблюдать правила в период пандемии. Обращаясь к населению, скажу, несмотря на вакцинацию, которая развивает в организме иммунитет к вирусу, в любом случае необходимо продолжать придерживаться физической дистанции, использовать медицинские маски и избегать мест скопления людей. За прошедшие два года с момента объявления пандемии человечество стало свидетелем различных мутаций коронавируса. Однако не все они жизнеспособны. Новость о том, что в Китае обнаружен новый тип омикронного штамма коронавируса, облестела весь мир. Тем временем во всем мире, в том числе и в Азербайджане, эпидемиологическая ситуация остается стабильной. Последние дни мы наблюдаем картину, что эпидемиологическая ситуация в соседних с нами странах удовлетворительна. Утверждаем это потому, что обычно, когда очередная волна вируса приходит в Азербайджан, мы знаем, что она идет из этих стран. Если в них эпидемиологическая ситуация будет стабильной, то значит и у нас не будет никаких изменений. Отметим, что Китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний продолжает изучение нового штамма. Федан Бабаева, Эльчин Тагаев, Новости АС-ТВ. Федан Бабаева, Новости АС-ТВ.